Всем привет! Это новый выпуск и, как ни странно, я нахожусь в Москве. Здесь прекрасная зимняя такая погода, прохладная, минус 13 за окном, за бортом. Я не буду рассказывать там какую-то особую географию, историю, еще что-то такое. Я просто покажу вам, как можно провести один день в этом замечательном небольшом красивом городке. Всем привет! Это рожденные путешествовать Born to Travel. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет! Это что, снимаешь? Мы с работы раньше убегаем? Первый выпуск у нас будет посвящен городку такому симпатичному, Переславль-Залезский называется. Такое сказочное название. Поедем теперь, посмотрим, что такого сказочного действительно там есть. Ехать вот из центра Москвы показывает два с половиной часа. Так что, смотрите нас! Мы приехали в Переславль-Залезский. Первая точка у нас на закате. Сейчас время 5.30. Через 10 минут закат, поэтому мы сейчас быстро-быстро побежим. Свято-Троицкий Данилов монастырь. Вроде красивый, симпатичный. Может быть даже коптер запустим, а может быть нет. Обещать заранее не будем. Сначала схожем посмотрим, а потом покажем вам как и что. Погнали! На минус 13 градусов погнали! Морозить попку. Будешь морозить попку? Морозить попки! Мне так нравится, как в минус 13 хрустит снег под ногами. Наверное, его на камере очень хорошо слышно прям. Так, кстати, это Святые Ворота. Что-то я в гугле видел, что это такое что-то популярное, классное. Я, как уже сказал, не судите строго. Если вы хотите узнать историю, смотрите какие-нибудь познавательные ролики. У нас программа, серия о том, как приехать и провести просто один день в Переславле. Переночевать, потусить, ездить там куда-нибудь. В общем, всякую ахинею и бред, который мы несем, вы смотрите в нашем выпуске. Удалось поснимать немножко на квадрокоптер. Даже подошел какой-то охранник и сказал, типа, чувак, здесь нельзя снимать на квадрокоптер, нужно разрешение. Переславль, это все для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно на этом сказать, что мы посмотрели Переславль? Иди, у нас еще впереди музей паровозов. Музей паровозов, я не знаю, работает зимой или нет, надо узнать. Переславль понравилось или нет, я не могу пока сказать, что я увидел только один от этой центральной улицы. Все. Да. А это уже центральная? Ну, это как бы вот весь город окном. И причем все сосредоточено вот в главной дороге. Не обессуйте жителей Переславля, кто смотрит и говорит, да нет, там через пять километров в глубинке такое есть, офигенно это цель, что-нибудь. Я верю, 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 конечно верю. Музыка Музыка Настал вечер и решили мы приехать с Танюшкой в ресторан. Ресторан, наверное, как я читал, что один из лучших в Переславле-Залесском. Называется Попов Лук. Музыка Музыка Ну что, здесь мило, достаточно деревянный интерьер. Мне нравится. Меню. Очень даже симпатичный ресторанчик. Прям так атмосферно, классно. А у меня сейчас будет жарко из оленины. Буду сейчас оленинку кушать. Ты думаешь, что они в Переславле ее убили? Я думаю, что они ее поймали в лесу. Лет двадцать назад. Привезли сюда, вкололи местный наркоз. Фляжку ей отрубили. Сварили. Сейчас она в загоне трехногая сидит. Может быть здесь есть даже крэйзи меню за две тысячи рублей, чтобы лось смотрел как ты его ногу ешь. Не лось, а олень. И сметанка. Смотри, в какой штучке принесена. В общем, мы сейчас попробуем блюдо и действительно вынесем свой вердикт. Поставь мою оленину на месте. И скажем вам выводы нашего холода этого места. Блюдо шикарное. Мне очень понравилось. Это очень вкусно. Действительно сделано с душой. Со вкусом. Прям пикантно очень. С приправочками, с травочкой. Вот. Но единственное, что порции маленькие. Если вы такой же большой человек, как я, вам придется догоняться пирожками. Я сейчас заказал еще четыре пирожка. Пирожки вкусные очень. Вам придется догоняться. А так, действительно... Да. Я ела глупцы. Глупцы с очень вкусной сметаной. Мне, я не такая большая, как у меня любимый муж, я наелась. У меня вполне достаточно. Попробовали еще пирожки с капустой. И сейчас будем пробовать пирожки с яблоком и с мясом. Чай, кстати, немножко. Травяной чай. Отличный, да. Я помню, буквально недавно мы рекламировали пакистанский чай в Намибии. А здесь мы рекламируем травяной чай. Мы можем заявить. Ресторан Попов Лук в Переславле. Мы рекомендуем. Пирожки наши пришли. Посидеть вдвоем вечером, заказать горячее блюдо, литр чая, вкусные пирожки. И все это вместе 1530 рублей, полторы тысячи, чтобы провести хороший вечер и поужинать. Я могу сказать, что сейчас я наелся. Хоть блюда были маленькие, я догнался пирожками вкусными и очень даже наелся. Рекомендую. А мы поедем, значит, смотреть, какие в Переславле есть хостелы. Любим мы хостелы. В общем, заселились мы в хостел. Стоит там всего 300 рублей на человека. Здесь вполне уютно. Сегодня будем ночевать здесь. Берем две кровати, спим в одну. Следующая наша точка в Переславле. Это музей паровозов. Такой древний, старенький музей паровозов. В общем, в интернете вроде как люди его хвалят. Поедем, посмотрим, что он представляет из себя на самом деле. Танюш, наша станция выходит. Переславль. Пойдем, Переславль. Дострялся, не дострялся. Я дострялся. Я дострялся. Ты остаешься здесь навсегда. Пойдем. В общем, здесь сейчас вот настолько... Сейчас минус 20, но минус 22 на улице, черта бери. И это все в снегу. Это выглядит сказочно круто. Приезжайте сюда зимой, без того снега. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Посмотрели мы музей паровозов. В общем, прикольно. 150 рублей это стоит, и оно того стоит. 22 километра это центра Переславля. Стоит сюда заехать. Очень красивые такие древние экспонаты. Интересная даже машинка, которую они переделали. Рельсы поставили. Не ко всем экспонатам можно добраться, когда минус 22 на улице и снегом завалено. Просто все-все-все абсолютно вокруг. Ноги сейчас просто ужасно замерзли. Холодные мы отогреваем их в машине. Но тем не менее, мы довольны. Мы посмотрели музей паровозов. И еще есть кое-что, что можно глянуть в Переславле. Жители Переславля это знают, а другие, наверное, нет. Мы сейчас скоро вам покажем. Приехали мы в Блинную, в Блинное. Там еще написано Бериндеги. Я не знаю, название вроде так и есть. Блинное. Такая красивая, большая. Ну, в общем, вы если будете ехать по дороге, даже проездом через Переславль, и захотите блинов, вы увидите ее. А стоит ли кушать их или нет, мы сейчас пойдем и проверим на собственных желудочках. Добро пожаловать в самую лучшую блинду. Я надеюсь на это. Пойдем посмотрим. Блинчик жулье. Собственно, внутри находится жулье. Это выглядит очень красиво. И сейчас скажу, как вкусно. Потрясающе. Сейчас я тебе дам попробую. Да, да, да. С мороженым и ягодами свежими. Только что мы побывали в Никитске. соборе монастырь никитский собор все вместе это большой такой комплекс заворотами в общем вполне себе симпатичное место с первым где мы были вчера и здесь мне удалось поснимать на квадрокоптер некоторые красивые кадры хорош не только изнутри но он хорош снаружи с воздуха поэтому пока мы едем до синего камня смотрите эти кадры а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил ее назвать Ряпушка Черт на двери Самая популярная рыбка Это ряпушка Наше приключения в Переславле-Залекском подошли к концу мы сейчас уезжаем в другой город Что я могу сказать Нас вчера очень вкусно накормил у Попов лук ресторан, сегодня Берендея нас накормил шикарно блинами. Мы переночивали в самом дешевом постеле в Переславле, мы приехали в Синяканин, в монастыри. Здесь была солнечная погода, очень круто и классно. Мне понравилось, я думаю, это будет интересный выпуск. А мы с вами прощаемся, но ненадолго. Мы с вами увидимся в Ростове Великом. Погнали дальше. Редактор субтитров А.Семкин